Ура! Мы на перевале. Где озеро? Да. Вот это врюхались, да врюхались. Давай, Геннадьевич, пробуй. Ох, какой хороший он. Мужчина, а вы сына вы не теряли случайно? Это не твой. Ох, да полера здесь таскает, но это у нас Виктор Иванович чуть-чуть порыбачил. Взбивание. Ну все, только жена увидит, пипец. До конца жизни дома буду рыбу жарить, блин. Самураи. Доброго времени суток всем. Зима, Иргаки, Западный Саян. Идем на таежное высокогорное озеро. Отдохнуть от городской суеты. Насладиться прекрасными видами уникальнейшей природы. Половить и приготовить вкусного хариуса. Команда у нас 4 человека. Виктор Иванович, Валерий Геннадьевич, Никита Валерьевич и Андрей Дмитриевич. Идем на двух снегоходах. Проживать будем в палатке. В распоряжении всего 4 дня. Ну а что из этого получилось, смотрите дальше. Приятного просмотра. В прошлом году там потолок был завален. Никита, осторожней. 6 километров пройдет. Да-да, 6 километров до сюда. Сейчас 4 километра до перевала, до верха. Что заварен, да, потолок? Все цело. О, сделали что ли? Опа-на. А в прошлом году вот тут дальний угол был завален. Потолок сделали. Столы сделали. Печку поставили. Ну, избушечка, все. Видимо, летом сделали. Даже кровать притащили железную. Да, сделали. В прошлом году потолок был завален. Но, а сейчас все, она пригодна для жилья. У нас небольшая проблемка. Санки. Санки очень тяжелые. Очень. Там только одна печка, 50 килограмм. И в подъем снегоход здесь вот зарывается. Сейчас будем буксировать. Хорошая. А поворачивайся, а Иваныч еще сзади меня стоит. Ну, ты вообще крутяк, Иваныч. Шумахер опять. Ну все, преодолели этот трудный участок. Идем дальше. Вот и Иваныч сел. Валера здесь накопал. Че, Иваныч, так же будем веревкой? Че, у них какие-то нормально, да, поход начинается? Нормально. Нормально. Уже вот так вот жопа в море. А нам еще идти порядка 15 километров. Пойдем на чай. Мужчины угощают вкусным чаем бодрящим. Я надеюсь, там не самогонка? Нет. Самогонки еще рано. Самогонка еще рано. Вот так вот. Ладно, попьем чай и дальше преодолевать трудности. О, шишки. А че? Целая шишка. Иваныч, я пешком поднимусь. Давай. Красота. Красота. Да, Никит? Шапочка. Шапочка. Вот такая шапочка. Отходи, Никит. Иваныч штурмует. Отходи, отходи, отходи. Ура! Забрались мы на перевал. Вот тут можно было стоять. Идай пить! Валер, сколько? Сколько до сюда? Десятка? Десятка, подожди. До сюда одиннадцать километров. Одиннадцать? Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Нет, больше. Сейчас Валера точно скажет по навигатору. Было трудно. Десять, двесят два. Вот, я говорю, десятка до сюда. Было трудно, но мы поднялись. Время в пути час тридцать шесть. Полтора часа? Ну, я думаю, за два часа мы сейчас дойдем. Вот это врюхались, да врюхались. Давай, Валерий Геннадьевич, пробуй. Пробуй помаленьку заднюю. Там упрется, может быть, маленько выруливая. Удалось нам освободить снегоход из снежного плена, но полчаса потеряли. Накопались. Благодаря гениальной, гениальнейшей идее Виктора Ивановича снегоход стоит. Все, давай. Теперь идем, разворачиваем сани. И будем искать другой проход к озеру. А до озера осталось пятьдесят метров. Вот так вот даются походы. Ладно, забираем лопаты. Надеюсь, мы однозначно не зайдем с санями. Выкопали метра полтора. И еще там до земли еще метр, наверное, полтора. Поэтому сейчас развернули сани, снегоход. И будем другой подъезд к озеру искать. Как-то так. Мужчина, а вы сына вы не потеряли случайно? Это не мой. Это не твой? Ты как-то вот так вот. Как-то они вот там как-то и идут. Ура! Мы на месте. Путь был очень сложный. Четыре раза, да, на веревке вытаскивали сани. Нормально все. Нормально, но вытащили. Потом один раз откапывались. Потом искали пути объезда. В итоге мы на месте. В прошлом году мы здесь рыбачили. Примерно где-то здесь стояли. Вот. Я скажу, что 29 километров. До сюда. Ну, а ты еще, это Валера, отними. Что мы сколько лишь к нему съездили? Вот здесь ставим? Ну, давай здесь. Сколько? Ладно, диза, сними. Нет, ну ты, Валера, отними. Смотри, получается, что у нас. Высота. Смотри, высота 1544, а у меня показывал 1700 там почти, с копейками. Тысяча почти 800 было. Так, 28-900, но мы сколько объезжали, получается, мы туда ушли, вернулись и здесь получается. Ну, обратно мы идем. Ну, да. Я думаю, что где-то километр 25 должно быть. 3 часа 40 минут. Все, мы на Высокогорном озере, на Таёжном Высокогорном озере. Ребята уже копают площадку под палатку. Не накопались у этих снегоходов, да? Но ветерок поддувает, конечно. Так, подожди, подожди. Я вам фронт работ обозначу. Ага. Два, три, три, четыре, пять. Виктор Иванович, на раздаче? Ну, на раздаче? Поросли. Не, ну Иванович. Иванович и сам Бог велел. Маленько деровно, но ничего вынувится. Нам должен потом ходить. У него там раздают. Все хорошо. Все вот так. Заготовили дровишек. Так, надо. Поставили палатку. Палатка просто огромная. Валера убирает у нас снег с лопатой. Делает вид. А, там наколото. Да. Там наколото. Здесь у нас вот такая обстановка. Палатки. Ну что, Никита? Устался не, да? Добираться? Слов нету, да? Да. Валера сделал вот такую печку. Это не печка, это просто бомба. Прошлую рыбалку, она просто шайтан-печка. Сейчас растопим, сразу будет тепло. Да, сразу тепло дает, но... Так, кто-то там лезет. Медведь, медведь проснулся. А, это Иванович. Это джигит. ТПТ прямо 200%. Но, есть один большой-большой минус. Не для слабых мужиков. Печка в сборе килограмм 50. Прямо жесть. А на ужин у нас жареные пельмени. На ужин у нас пельмешки. А на ужин будет у нас курочка с картошкой жареная. Ну там еще подъесть нужно сальце, колбаску, яйца же какие там, вареные, да? Да, сегодня мы, в общем, не сможем порыбачить. На улице уже солнышко село, вечереет. Иваныч водичку несет. Вот мужики, 70-ти литровый ящик продуктов взяли, не знаю, вы что, на неделю сюда собрались? Да, да. А Валира заявляет, что пока не сидим, домой не поедем. Да, конечно. Доехали нормально. Два раза споткнулись, три раза упали. А так, ничего, хорошо. Главное в доме. На футболку посмотри. Я думаю, что мне не прет, дым? Это ты всю дорогу мне не так ехал. Вот это косяк. Ай-яй-яй-яй-яй. Чего, думаю, мне не прет. Мама дорогая. Приехали. Да и слава богу. Дом поставили, и то хорошо. В доме тепло. Да, замечательно. Сейчас покушаем. Расположимся. За рыбалку пока рано пить. А за прибытие надо. Вот это вырежи. Потому что если увидит жена... Ты вечно будешь картошечку шинковать, да? Так, коротаем вечерочек. Никита, все нормально? Да. Тебе нравится? На первый раз. Вот. Валера, прибыли маленько? Нет. И картошечка подошла с курочкой. А курочка маринованная. Чего было? Майонезик. Майонечок, приправка. Майонезик. Все, как вы любите. Доброе утро, страна. Здравствуйте. Как видишь, смортиза идет. Вот когда это все по норме... Нет, чувствуешь себя по-человечески. Вяческо. Но хочется повторить. Что, Никита, как спалось? Нормально. Сразу ушнул. Первый раз. В палатке. Прикольно, что ночью никто не храпил вообще ни разу. Да вот храпил. Не слышал. Как не слышал? Не слышал. Ну все, наконец-то мы на рыбалке добрались. Да. Нашли подходящую глубину. Что у нас получается? Здесь 10, там уже 11, 12, 13 и туда вот до 16 метров глубина. Оставили кормушки. Творог, мормуш. Мормуш вареный, мормуш сырой. Иваныч, уже мешок поймал Харюзу, да? Да. Что, Иваныч, показывай, что ему? Ну, конечно. Поехалу-то есть за рыбка? Да, сейчас пока. Подожди, пока нет. Ветер сильнейший, рыба не клюет. А что хочется сказать? Не будем показывать пальцем. Привез нас непонятно куда, блядь. А я сказал, куда просили, туда и привез. Где рыба? Рыба вон в выхолоте. В выхолоте? Никита крепость сделал, пока рыба не клюет, да? Для снегохода. Да, встал стручил. Переехали поначалу озера. Здесь видно, что вот город стоял. Мужики здесь, 4 палатки. Тоже рыбачат. Здесь Виктор Иванович трудится. Плацдарм себе копает. Побольше, побольше там, чтобы Харюза выкидывать, чтобы место было. Сейчас Виктор Иванович надо басит. Нам бы на стовородочку поймать, да, Витя? Да. Больше и не надо. Потоньше ли он здесь? Я не знаю. Вот наледь была. Ага. Вот вторая наледь. Закусь, закусь. Первый Хариус. Никитос. Вот. На Жареху есть. На Жареху, брат. Десяток надо на Жареху. На Жареху есть. Ну что, ты халут показываешь? Да. Да, он дофига уже. Да? Вот. Первые две рыбки. Да? Сразу парнушка была. Дуплет. Первый Хариус. Ну, не крупный, но здесь крупнее нету. На Жареху пойдет. Вот. И это. Все запутал мне вместе с кормушкой. Сейчас пока. Пока мухи. Сейчас все это отцеплю. Время потеряю. Во. Как говорится, руки замарал, да? Хорезочек такой. Хорошенький. Ядовой Харезкий. Красавчик. Опа. Есть. Только положил на дно. Сразу Харезок взял. вот нашли местечко все ты будешь риска правда глубина 15 метров о какой хороший черныш рожи так взял опять на черта хирогиного серого черта у хорошенький упитанный мужчина ванча запечатлел дергает человек какие мухи работает пластин на работу поплевочка была стоит ждет меня хорошая 5 идет о какой хороший черныш хороший хороший да снизу меня такой черт там еще дробил дополнительно подвешил вот глубина большая подсаживаю опарика вторая значит у меня получается жук фиолетовый тоже опарика подсаживаем арушка 3 мормышка серая черт называется серегин так это 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 синий серега или как я народе называют муха говнянка зеленая точка атаки здесь переколами на драйв не знаю как это все будет видно такая фиолетовая переколами на все мухи здесь проверены в прошлом году вот аквалира здесь таскает но сидит молчит небольшой такого мы конечно отпустим взял ответ на рука фиолетового с 1 взял наверх нельзя переколами на драйв так вектора разошелся а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стараюсь к противоположному краю лунки леску отводить, чтобы кормушку не зацепить Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok